Наталья Дудинская – самая знаменитая ленинградская балетная прима советской эпохи. Народная артистка Советского Союза. Четырежды лауреат Сталинской премии. Она блистала на сцене Кировского театра свыше 30 лет. Одна из любимых учениц – гениального педагога Агриппина Яковлевна Вагановой. Она была наследницей ее творческого метода. Долгие годы Наталья Михайловна преподавала в Ленинградском хореографическом училище имени Вагановой и воспитала целую плеяду балетных прим. Наташа Дудинская, Таля, как ее называли в семье, родилась в Харькове 21 августа 1912 года. Там служил ее отец, полковник царской армии. Мать, тоже Наталья, происходила из благородной семьи. Она с детства занималась музыкой, а в 16 лет так увлеклась балетом, что даже выступала на сцене под псевдонимом Тальори, в честь легендарной Марии Тальони. Рано оставшись вдовой, она организовала балетную студию. В дочери Наталья Александровна видела воплощение своей мечты о балетной карьере. Она начала обучать ее первым па, когда Тале исполнилось 7 лет. Девочка делала такие успехи и была так артистична, что, недолго думая, мать отправилась с ней в Петроград. Задача была ясна – поступление в знаменитое хореографическое училище на улице Зодчего-Роси. Вступительный экзамен Таля сдала прекрасно. По решению комиссии, во главе которой стояли Агриппина Ваганова и Федор Лопухов, девочку приняли сразу во второй класс. Надежды педагогов Дудинская оправдывала сполна. Она была не только талантлива, но и очень трудолюбива. Готова работать день и ночь, чтобы танцевать так же прекрасно, как и старшая ученица Вагановой Марина Семенова. Любовь педагога и ученицы была обоюдной. Строгая Ваганова звала Талю «Моя девочка» и поддерживала ее не только советами, но и бутербродами. Зная, что семья бедствует, она позаботилась и о том, чтобы подарить своей выпускнице отрез ткани на платье. Когда Дудинская училась в последнем классе, балетмейстер Федор Лопухов предложил ей исполнить главную партию в своем балете «Ледяная дева». Она отказалась. В паре с Костей Сергеевым она танцевала классическое па-дэ-дэ из Корсара. И выигрышный номер, и блистательного партнера для ученицы выбрала Ваганова. Обладая эффектной внешностью и желая походить на кинозвезд 30-х годов, Любовь Орлову и Марлен Дитрих, Наталья Дудинская решила изменить свой облик. Темноволосая от природы, она превратилась в блондинку с тонкими в линейку бровями и губами в форме сердечка. Труппа Кировского театра блистала талантами. На сцене танцевали вагановские ученицы Галина Уланова, Татьяна Вечеслова и Ольга Йордан. Но даже в столь звездном окружении Дудинская с первых же шагов смогла показать себя настоящей классической балериной. Она танцевала в ведущей партии – Машу в щелкунчике, Аврору в спящей красавице, Адетту Адилию в Лебедином озере. Ее легкий прыжок, стремительное вихревое вращение, чувство позы и балеринский опломб восхищал зрителей и раздражал конкуренток. Годами Дудинскую называли не иначе, как обидным словом «техничка». Техническое мастерство позволяло балерине выручать спектакли. Ей часто приходилось заменять внезапно отказавшуюся танцевать приму. Впрочем, даже эта безотказность часто вменялась ей в вину, о чем недоброжелатели охотно заявляли на собраниях коллектива. Руководителя труппы ваганову корили за то, что ее любимица танцует чаще других балерин. Вреданность своему педагогу Дудинская сохраняла всегда. Единственная среди учениц Вагановой, она смело и горячо выступила в ее защиту, когда в 1937 году руководителя балетной труппы Ваганову выгоняли из Кировского театра. «Ваганова подняла классический балет на должную высоту», утверждала 25-летняя Дудинская. И все же государственная машина работала безотказно. Решением художественного совета Ваганову сняли с должности. Дудинская же продолжала работать. Ее темпераментный танец приобрел широтой масштаб. Патетикой и геройкой дышала каждая ее па. Постоянным партнером балерины стал огненный виртуоз Вахтанг Чебюкиани. Яркий талант Дудинской вдохновил Чебюкиани на создание балета «Лоуренси». Образ заглавной героини стал словно портретом молодой Дудинской. Сильный, смелый, решительный и страстный. Ее исполнение покорило и зрителей, и коллег. А обидное прозвище «Техничка» было забыто навсегда. Дуэт Дудинской и Чебюкиани разрушила Отечественная война. Он уехал в Тбилиси, она же вместе с Кировским театром отправилась в эвакуацию в Перм. «В Перми на всю жизнь зажглась моя звезда», – вспоминала балерина. В 1944 году по решению властей Галина Уланова переехала в Москву. Она стала примой Большого театра. Дудинская унаследовала не только улановский статус, но и ее постоянного партнера – премьера Кировского балета Константина Сергеева. Отголоски творческой и личной коллизии многие усматривали в фильме-балете «Лебединое озеро». Двойственный образ Адетты Адилии исполнили две балерины. В памяти принца утонченную и романтичную Адетту в исполнении Улановой потеснила женственная сверкающая Адилия Дудинская. Сергеев на долгие годы стал настоящим принцем для Дудинской не только на сцене, но и в жизни. Она же была его музой. Зрители не могли не заметить, что героический и эмоциональный танец балерины стал более лиричен. Она танцевала все премьеры постановок Сергеева «Аврору в спящей красавице», «Адетту Адилию в лебедином озере», «Сари в тропой у грома». И, конечно же, когда Сергеев в 1946 году начал ставить новый балет Прокофьева «Золушка», в главной партии он видел только свою Наташу. Возобновляя классический балет Раймонда, Сергеев заново сочинил хореографию Адажу. Для себя и для нее Натальи Дудинской. В 1951 году Агриппины Яковлевны Вагановой не стало. Теперь, как верная и преданная ученица, Дудинская вела ее класс усовершенствования балерин в Кировском театре. Она давала уроки молодым балеринам, продолжая активно выступать на сцене. В том же году Константин Сергеев стал главным балетмейстером театра. Супруги вместе составляли репертуарные планы и обсуждали составы спектаклей. Неоспоримая прима стала первой партнершей молодого танцовщика Рудольфа Нуреева на сцене Кировского театра. Они вместе танцевали балет «Дон Кихот», хотя Китри была старше своего партнера более чем на четверть века. Главной соперницей Дудинской была Алла Шелест, талантливая балерина, рискнувшая танцевать Лауренсию. Ее, Дудинской, Лауренсию. Толпы поклонников Дудинской были готовы броситься в бой, защищая своего кумира. Она выступала на сцене до начала 1960-х годов. А когда ей было уже 52, снялась в фильме-балете «Спящая красавица», блистательно и виртуозно исполнив на пальцах партию феи Карабос. Сначала 1970-х годов Дудинская взяла класс классического танца в хореографическом училище, которое окончила в 1931 году и которое носило теперь имя ее великого педагога Агриппины Яковлевны Вагановой. Руководителем училища стал Константин Сергеев. Вместе они воспитали плеяду прекрасных балерин и танцовщиков. Сильная и волевая личность Дудинская жаждала стремительного успеха своих учениц, к чему и сама так привыкла на сцене. Она учила будущих балерин быть сильными, не сдаваться и не давать волю эмоциям. Своего верного принца Константина Сергеева Дудинская пережила почти на 10 лет. Она ушла из жизни 29 января 2003 года, навсегда оставшись примером верности своему учителю и великому искусству балета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok